Очередная посылка из Китая, и здесь у нас ATG кабель USB 3.0 Type-C. Дошла посылка за 26 дней с момента заказа, продавец отправил на следующий день, потом ее на сортировке перехватили и отправили в одной посылке в общий через новую почту. Ну и давайте уже вскроем и посмотрим, что у нас здесь внутри лежит. ATG кабель у нас здесь должен быть не простой, а золотой. Нет, не золотой, а двойной. Вот такой вот двойной ATG кабель. Здесь у нас USB 3.0, чпинс. Здесь у нас обычный micro USB, а здесь у нас micro Type-C. Это кстати Type-B, насколько я знаю, на картинках я смотрел, вот такой вот разъем, это micro Type-B, а это Type-C. А это Type-A, мама. Давайте затестим. Взял этот ATG кабель специально для своего мотора G8. Вот он наш мотор. Там он обновляется постоянно. Ну и давайте подключим ATG кабель. Насколько знаю, это все пофиг, как втыкать. И флешечку подтыкнем. Так вот и наш свисточек. Подтыкаем. Почему-то не подтыкается. Оно обычное. Мою боевую флешечку. Боевая подтыкнулась. Почему свисток не подтыкается, я не знаю. И даже там что-то блымало у нас. Да. Светится он. Видите? Вот съемный накопитель. Отлично. UEF NTFS. System. Redmi Text. Как-то наинтересно у нас. Аудио у нас здесь нет. Изображение у нас здесь тоже нет. Видео. И видео нет. Ну, здесь у меня винда на этой флешке. Ну, давайте что-нибудь там вот Redmi Text почитаем. Ну, вот текст открыл. Ну, то есть флешку видит. Отлично. Давайте теперь затестим его на другом моем моторе. Здесь выткнем. Вот он мой моторчик. Второй. Или третий. Ну, короче, очередной мой моторчик. И здесь давайте подткнем в micro. Итч. USB. HPX. Угу. Он, может, проводник нашел. Что играет за фигня? Давайте тотал откроем, тотал и посмотрим. Вот она, USB. И вот она, этот текст файл. Ну, и винда. Ну, и вот она, этот текст. То есть, TG у нас рабочий. Отлично. И на microUSB Type B. И на microUSB Type C работает. Все отлично. Но, очень какой-то тугой здесь у нас Type A мама. И почему свисток не вылазит? О, ни хрена себе. Вот это его надо туда зафигачивать. Там, что-то еще и проверяет. Ни хиа себе. У меня тут Windows 7. Ээээ. У меня тут Windows 10. Что он называется Windows 7, я не знаю. Ну, вот они все папочки какие здесь у нас есть. Вот, видео есть. О, видео даже какое-то есть. О, финчика, вон пост. Яркости, правда, что-то как-то нету. Мутанты из Чернобыля. Блин, недавно же смотрел. Ни хрена не помню, про что это хрень. Вот, финчики сейчас какие-то посмотрел. Нахрен и забыл про что. Вот, в детстве помню, там, тут Терминатор, Робаков. Блин, команда. Да, я их до сих пор могу наизусть пересказывать. Вот, что там зачем идет. Это ж, блин, посмотрел. Через день забыл. Че тут ты смотрел? Короче, не запоминаются сейчас кинчики такое. Вообще не помню ни хрена. Ну, Чадов, да. А, тут что-то какие-то посты. Че-то тут от кого-то они отбиваются. Короче, ладно. Хрен с ним. Это отвлекся. Главное, что АТГ-кабель рабочий. Все у нас отлично работает. И один, и второй. Флешки, конечно, зафигачиваются конкретно. Возможно, он со временем там разработается. Но сейчас, конечно, флешки зафигачивать силой надо. Давайте его замерим. Якобы должен быть 17 сантиметров. Ну, да. Вместе с штыки раме 17 сантиметров есть. Без штыки ров 15 сантиметров. Я имею в виду без вот этого штекера. Так что 17 как бы есть. Нормально. Здесь вот уже немножко оплетка начинает кошлатиться с самого начала. Ну, я думаю, что на передачу данных это не повлияет. На этом, в принципе, как бы все. Кто хочет такой переходник, ссылку оставлю в описании. Продавцов там заказов немерено. Больше 3800 заказов. Переходнички, значит, нормальные. Иначе фуфло всякое бы не заказывали. Цвет там есть даже золотой. Я, кстати, не зря сказал на чае, что непростая золотая. Да, есть золотой. Просто я заказал серебряный. Переходите, заказывайте. Ссылка в описании. А кому понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить очередное видео. Да, и не забудьте нажать колокольчик, чтобы приходили оповещения.